Продолжение следует... Он касается, если правильно надо говорить, лечения, излечения. Всегда есть много спекуляций на эту тему. Кто-то воинствующее крыло людей, не желающих принимать, говорит, что аутизм неизлечим и, собственно, чего с ним делать. Кто-то утверждает, что можно снять практически все симптомы и проявления. Что Вы скажете по этому поводу? Я хочу сказать, что аутизм, он разный. И если мы говорим о расстройствах аутистического спектра, то люди с такими расстройствами живут вполне успешно и достигают очень высокого уровня социальной адаптации. К сожалению, есть тяжелые формы аутизма, которые требуют особого внимания. И вот эти вот тяжелые формы, которые сопровождаются интеллектуальной недостаточностью, они как раз требуют очень интенсивной помощи, особенно для детей, начиная от двух лет и до семи. То есть вот если мы начнем с ребенком заниматься с двух лет, то мы имеем очень высокую степень вероятности, что он будет продолжить к семи годам свое образование. Если мы с ним будем заниматься как с обычным ребенком, то он уже никакого образования не продолжит и его будущее достаточно печальное. В этом драматизм аутизма и в этом надежда аутизма. То есть вот если мы говорим о лечении, то лечение как раз... Важно не опоздать, да, в первую очередь? Важно не опоздать. Вот в этом возрасте очень важен каждый день. Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о вот этом, ну совсем еще младенческом возрасте, 2-3 года, могут ли родители самостоятельно заниматься лечением, снятием симптомов, или необходимо вот с самого раннего момента, вот с тех самых там полутора-двух лет, сразу же помощь специалистов? Вот смотрите, здесь вот представление об этой проблеме за последние 30 лет претерпело определенную динамику. Сначала говорили, что вообще помочь нельзя, что это вариант детской шизофрении и ничего хорошего здесь не будет. Потом, в 70-х годах, в прошлое столетия, появились первые работы и появились первые программы, которые показали, что интенсивная работа с ребенком, интенсивная психологическая работа, она дает фантастически интересный результат. В последние годы, в последние 10 лет начался шквал работ, которые показывают, что аутизм – это проблема не только психологическая, но это проблема, которую можно решать и достаточно успешно решать, используя иммунологические методы. То есть аутизм, ну говоря медицинскими терминами, это окислительный стресс, это нарушение обмена веществ. И его можно лечить, лечить диетой, лечить специально-лекостромными препаратами. То есть медикаментозными, получается, средствами. Да, медикаментозными средствами и диетой, и, конечно, лечить, если можно так сказать, лечить теми программами, реабилитационными программами, педагогическими, психолого-педагогическими, которые есть сегодня и которые дают очень хороший результат. Всегда, когда мы говорим о людях нездоровых, там, это могут быть инвалиды, сегодня говорим о людях, больных аутизмом, мы сталкиваемся с вопросом, очень больным для России, об инклюзивном образовании, ну и в принципе существовании. А с Вашей точки зрения, как специалистов, вот в сегодняшней современной России, возможно ли для таких детей инклюзивное образование, и не пойдет ли оно во вред, учитывая реалии, которые сейчас есть в стране? Ну, смотря, что понимать под инклюзией, и какая инклюзия? Вот инклюзия – это включение, да? И любая форма разумного включения – это хорошо, ребенка нужно включать в социум. Но нужно понимать, что ребенок, который не говорит или существенно отстает в интеллектуальном развитии от своих сверстников, он не может учиться в школе. И делать вид, что происходит все нормально, сажать ребенка, и рядом с ним даже сажать ютеры или там родителей, и делать вид, что все происходит хорошо, и делать хорошую игру при плохой игре – это не совсем правильно. Но, тем не менее, мы говорим об инклюзии на каждом этапе. Как только мы начали работать с ребенком, мы поставили диагноз, да? Чем больше он общается с нормальными детьми, тем лучше. Но это не значит, что он должен общаться только с нормальными детьми. Он должен общаться прежде всего с обученными людьми, которые развивают то, что нужно развивать. Развивают те навыки, которые у ребенка с аутизмом происходят просто медленнее. Просто значительно медленнее. И чем тяжелее аутизм, тем медленнее работает вся эта система, и тем интенсивнее нужно работать с этим ребенком. В этом случае инклюзия, такая вот неумная инклюзия, она может много чего наполнить. Скажите, пожалуйста, вот я общался с Екатериной Минь сегодня, наверняка знакомы вы, и, ну, собственно, вот я спросил о ее ребенке, 7-летнем Платоне, она сказала, да, конечно, вот, там, собственно, осенью собираемся в школу. Реально ли при тяжелых формах аутизма, если он вовремя выявлен, еще в полтора-два года, если идут интенсивные занятия, реально ли там действительно к 7, может быть, чуть позже 8-9 годам достичь уровня, при котором ребенок может, ну, там, с послаблениями, отступлениями действительно начать получать образование? У меня был, вот, мой клиент, пациент, как угодно вы можете его назвать, он был у нас в центре до второго класса, потом он пошел в обычную школу. У него было расстройство аутистического спектра, которое называется синдром Аспергера. Вот, он во втором классе, он его, этот второй класс прошел за один или два месяца. Потом постепенно он перескочил, да, перескочил в, так сказать, в третий класс, потом он пришел к нам, когда он должен был учиться в третьем классе, а учился в пятом. При этом ему как-то случайно попался учебник по математике седьмого класса, он в уме прорешал за неделю все задачи этого седьмого класса, и помнил, какая задача на какой странице, и какая, слово в слово. И это расстройство аутистического спектра. И вот этот человек, как вы считаете, вот, его нужно там, подвешен инклюзивному образованию? Конечно, да. Но какому? И кто с ним будет работать? И как его поймут, его свестники? При этом нужно сказать, что он совершенно идиотское чувство юмора, да, так сказать, свое, над которыми никто не смеется, кроме него самого, да. У него совершенно своя система коммуникации. У него совершенно своя плавающая идиотская улыбка на лице, да, которую никто не понимает. А он обладает уникальной памятью. И вот аутизм, расстройства аутистического спектра, они очень разнообразны. И поэтому однозначно задавать вопрос. И эти дети, которых, так сказать, сегодня один процент, а вот есть такой сайт, известный во всем мире, аутизмспикс называется, они там делают 10 лучших открытий в мире, которые вот произошли там ежегодно. Вот за 2011 год в Южной Корее исследовали 50 тысяч школьников в начальной школе и выяснили, что у них расстройства аутистического спектра имеют 2,6% корейских школьников. Ну вот один из 88 в мире, цифра, которую я сегодня слышал. Один ребенок из 88, то есть там чуть более, там проценты треть примерно. Ну вот, если мы говорим с точки зрения такого самого расширительного диагноза. И большая часть этих детей, она требует внимания, повышенного внимания, но не такого внимания, которого требуют дети с тяжелыми формами аутизма. Потому что здесь история драматическая. Если расстройства аутистического спектра, они требуют, чтобы на них обратили внимание, они требуют учета некоторой специфики учителей, родителей. И здесь достаточно дать совет, достаточно консультации психолога, пусть даже каких-то коррекционных занятий. То с детьми, которые имеют тяжелую форму аутизма, нужен интенсив. С ними нужно заниматься как минимум 8 часов в день в режиме интенсива. И этому нужно учить родителей. А как учить родителей? Я могу сказать, что больше половины мужей, когда они узнают, что, так сказать, у ребенка аутизм, они уходят. И очень много мам в Москве, они воспитывают такого ребенка одни, нужно зарабатывать. И в этом смысле, конечно, нужно создавать какую-то систему социальных преференций. И, конечно, я хочу сказать, что сейчас идут большие перестройки в системе образования. И очень важно сохранить те позиции, которые есть сегодня с аутизмом и в Москве, и в России. Владимир Николаевич, самый последний вопрос, к сожалению, время поджимает. Существует расхожий миф или теория о том, что дети с аутизмом обладают повышенной агрессивностью. И, собственно, поэтому родители обычных детей зачастую боятся, ну там, не знаю, позволять детям коммуницировать. Насколько это близко к истине? Ну, это... у детей бывают агрессивные вспышки, но все зависит от того, как родители ведут себя по отношению к этим детям. Дети, даже дети с аутизмом и не с аутизмом, это зеркала своих родителей. Чем более четкое и структурированное общение с таким ребенком, тем более, так сказать, мы все имеем право на выражение своих чувств, но дети с аутизмом выражают их по-своему. Поэтому многое из того, что они говорят, нельзя называть, к этому нельзя подходить с обычными нашими социальными мерками. Я понял. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Владимир Касаткин, доктор наук, эксперт по проблемам аутизма, был у нас в гостях.